Всем добрый день, с вами Айден. Как ваши дела? Напишите в комментариях. А мои весьма странно, потому что очень много популярных блогеров, российских, и да и не очень популярных, говорят о том, что в последнее время разделов в тренде на ютюбе, куда выходят ролики, которые вот только-только-только вышли в тренд, туда в последнее время якобы стали попадать странные видео какого-то другого характера, и говорят о том, что вот этот раздел вообще поменялся полностью, и теперь там другая система попадания в избранные. Я вам открою огроменную тайну. На самом деле нет. Я никогда не пользовался и не смотрел видео из раздела в тренде. Давайте тому, чей комментарий продержится без других комментариев 12 часов, подарим 300 рублей, может 500, как пойдет, так что строчите свои комментарии, а мы идем в раздел в тренде, нажимаем на три вот эти палочки на ютубчике, и нажимаем на кнопочку в тренде, это был, пожалуй, лучший гайд от меня. И первое видео, которое мы здесь видим, а я напоминаю, мы смотрим раздел в тренде по всей России, то есть наша страна, и СНГ тоже туда входит, короче, все входит, все, что нас интересует. Видео с абсолютно непонятным названием, CodeCase, холодный чехол, я не знаю, мой английский слишком хороший, чтобы это понимать, то есть вроде как неделю назад загружено, 800 тысяч просмотров и висит уже на первом месте топа в тренде, мне на самом деле интересно, что это такое, я не смотрел. Что это такое, в смысле, вы серьезно? Климатическое изменение погоды, две оси XY, какие-то километры, что-то происходит, то есть вот это видео уже сколько много времени висит, судя по всему, первым в разделе набирающей популярности. Это видео в топе, потому что все нихрена не понимают с первого раза, что это двигающиеся белые пятна. Но неужели это может быть настолько интересно жителям нашей страны? Живу на луне, мне все равно. Мне кажется, люди просто заходят сюда чисто поорать, знаете, с комментов, которые здесь отвечают. Я бы тоже, на самом деле, ничего не понял, но круто. Я бы... Знаете, это радует, что на первом месте там не какая-нибудь свинка Пеппа или мистер Макс, как это бывает обычно, еще Маша и Медведь, но Маша и Медведь, ладно, нормально, я сам смотрю. А что-то такое умное, интеллектуальное, и, видимо, людям это, походу, интересно, вот климатические изменения. Как это попало сюда, я не понимаю, это ж вроде YouTube, а не форум метеорологов. Дальше. Ленинград, Обезьяна и Орел. Ну, здесь все понятно. Сергей Шнуров, как и вся группировка Ленинграда, очень хорошо продвигается в социальных сетях, и особенно после «Успеха с лабутенами» их клипы там буквально сразу же моментально выходят в тренд, и есть за что, потому что клип очень клевый, я сейчас не буду включать, я его пересмотрел несколько раз уже, эксперимент, как быстро можно припарковаться в центре. Так, это что-то интереснее. Судя по всему, это сарказм, то есть, мне кажется, припарковаться в центре Москвы быстро нельзя, потому что чувак наматывает круги. На баран, не в дождь и слякать, скрепьте за баранку, держись, шофер. В свое время я в детском саду пел эту песню. В центре города вообще, я не знаю, чуваки, если у вас есть свои машины, как вы есть в центре Москвы. Я не вижу здесь ничего такого, ну, как бы заняты места, и, как видите, висит знак, и люди не паркуются здесь. То есть, соблюдается правило, это, наоборот, очень необычно для Москвы, и что в этом такого было, я не понимаю, почему это вышло в тренды, тоже не ясно. Там метро каждый 500 метров, дебила. Вот согласен, типа, ну, припаркуйтесь у какой-нибудь станции метро, не в районе Садового кольца, и садитесь на метро, доедете за 5 минут, и все нормально. Вы в центре, не нужно потом бояться, эвакуируют ваш автомобиль или нет, или что-то еще случится. Бизнес, идея в гараже, изготовление алюминиевой посуды кустарным способом. Что? Что? Кажется, я особенный, что ли? Пока всю Россию интересуют о том, как изготовить алюминиевую посуду кустарным способом, меня интересуются совсем другие вещи. Что это такое? Короче, заливает он что-то алюминий, потом воду уже, уже почти, уже 10 минут я посмотрел, 11. Ни хрена ничего не понимаю. Но получилась крышка от кастрюли. Наверное, надо этого чувака в Икею какую-нибудь отвезти. Бизнес по-африкански, сломать готовые кастрюли, чтобы сделать кастрюлю. Я понял, в чем заключается работа в российском офисе Ютуба. Они просто находят самые безбашенные ролики, выдвигают их в тренде и развивают у пользователей Ютуба чувство юмора. Потому что я захожу, и меня радуют здесь только комментарии, которые оставляются. Обама на пенсии. Паша Техник. Я не знаю, что это, наверное, крутое шоу. Не будем на этом застрять внимание. Примеры клипа Татарка, дебют Иры Смелой. Это что-то самсунговское, да, кажется? Ну, окей, клик-клак, понятно. Но, в принципе, это должно быть популярно, так что это нормально. Миша Галустян-Кадыров. Еще что-то КВН-овское. Уже который раз мне постоянно сует Ютуб в рекомендации, хотя я КВН вообще не смотрю, мне это неинтересно. И то, как Миша Галустян сыграл Кадырова, у меня особо тоже не важно, не волнует меня это. Но, тем не менее, Ютуб мне предлагает, в том числе и в разделе рекомендованные. Хотя это юбилейный выпуск с 55 лет КВН-у, так что, скорее всего, там собираются все команды, которые уже отыграли давно, в том числе Галустян, Умрево там стоит. Поэтому, возможно, да, это интересно, можно даже посмотреть. Вольво Тракс, The Flying Passenger. Пассажир, который улетел. Лайф-тест. Это, скорее всего, какой-то, это краш-тест. Хотя, похоже на рекламу, потому что есть субтитры. Пролетел под мостом, при этом он был привязан на дольтоплане к фуре. То тут Ютуб нам подсунула эту рекламу, потому что волево проплатили. Иначе, ну как-то объяснить, я не знаю. Ну, типа, неужели так интересно, что понятно, что это рекламный ролик? Жесть, ведущий позволит в первом эфире смотреть всем. Ага, ну-ка. И на данный момент процентная ставка при покупке жилья составляет 24, блядь, процента годовых? Да ладно? Новые серии третьего сезона, астросюжектовые серии... Господи, какой же это баян? Это же просто, это такие, я правда посмотрел первые секунды, и эти ролики в одиннадцатом году. Пожалуйста, спасибо, она самая бухая. Короче, ладно, ясно. Тут старшая аудитория, возможно, посмотрела. Для нее эти ролики были в новинку, я прям перематываю. Вот это я точно видел, у нее сейчас платье, по-моему, там снимется. Отель Леон, серия третья. Что такое Отель Леон? И почему уже две серии этого какого-то сериала находятся в топе? Это мне непонятно. Все еще говно, а не сериал, зачем мне эту странную рекомендацию? Плюс, чувак, абсолютно согласен. Раздел в тренде должен подбирать видео, которые сейчас актуальны и интересны, будут, ну, среднестатистическим нам, россиянам, пользователям Ютуба, то есть в основном молодежи. Отель Леон, я не знаю, что это за проект. Скорее всего, какой-нибудь опять дешевенький, СТСный, но тем не менее. Дневники Хача, 2017, календарь... Какие-то странные видео попадают, прям абсолютно. Почему это в тренде может быть непонятно? Таким образом, можно и мои видики было бы продвигать. Мисс Кейти наконец-то вернулась здесь, к нам на канал. Что там у тебя нового? Подросла ты? Кстати, подросла. Последний раз я смотрел на нее. Смотрим дальше в этот наш прекрасный подарок. Короче, ничего не меняется. Она все так же купается в роскоши. Как такое? Жиреет еще, ладно. Что это такое? 18+, и что-то на японском написано. Ну, японские видео, это всегда весело. Давайте посмотрим. 7 миллионов просмотров за 2 дня. А это можно на ютюбе смотреть? Слушайте, а я не знал. 2 каких-то чувака наблюдают за совокуплением 2 японских персонажей? Мужчина и женщина? Порно. Я думаю, что закрытие известных ресурсов, о которых говорят часто, никому не помешает желающим, потому что всегда есть ютюб и раздел в тренде, где вы обязательно найдете какую-нибудь японскую жестину, японские сериалы, где обязательно есть вот такие подобные. Интересно, у них прям вот по телеку прям такое показывает. Ну такой этот российский топ Ютуба, я бы сказал, раздел в тренде вообще туда... Ну я больше никогда туда не зайду, потому что мне отсюда ничего не интересно смотреть. Это какие-то очень странные виды, которые каким-то образом попадают в этот раздел, получают много просмотров, и всё у них хорошо и круто. Какая система, какая тайна, возможно, покрытая мраком попадания в этот раздел, я не знаю, что нужно сделать, но давайте попробуем поставить прям максимальное количество лайков или дизлайков. Любая оценка приветствуется, конечно, лучше лайк. Комментарии много-много-много, но комментарии, которые продержатся в топе в 12 часов, то есть не в топе, просто который напишет, а после него в 12 часов никто не будет писать, получит денежное вознаграждение. Обещаю лично от меня, с моего кармана. Смотрите в комментариях, как вам российский топ Ютуба и что вы смотрите из раздела в тренде, вообще заходите ли туда иногда. И ещё все мои стримы будут проходить теперь на специальном канале, стрим Айдена, ссылка на него будет в описании, вот уже сегодня, через 3 часа, ну, вы его смотрите уже, наверное, сейчас идёт стрим, так что переходите, ссылка будет в описании и подписывайтесь на этот канал. А я с вами прощаюсь до следующего, до следующей встречи, не знаю, когда она будет, наверное, в субботу. Я Айден, любите меня, я люблю вас, пока. Ну, конечно, эта японка нормально так зажгла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова